Мои витания глядейские аудитории. Меня зовут Юлия Латвиненко. Я витаю вас из Киева. Витаю нашего гостя, журналист, публицист Юлия Латынина. Знамы богоназыску. Юлия, доброго дня. Слава Украине. Здравствуйте. Юлия, ну я начну с грустного события. И, конечно же, мне хотелось бы услышать ваш комментарий, как и ряда людей, которые сейчас нам извиняются за участие в голой вечеринке, но почему-то молчат после массированного удара в канун Нового года по Украине, в результате чего 26 человек погибших, я вижу, 26 украинцев погибло, и более 120 людей, но я видела цифру 132, по-моему, уже 132 человека получили ранения. Чего добивается Путин, атакуя Украина в канун Нового года? Ну, во-первых, я боюсь, что все это не кончилось. То есть мы не знаем, кончилось ли это, но надо рассчитывать на худшее. Я хочу обратить ваше внимание, что это, во-первых, самый массированный удар из всех, который был. И, например, в этом ударе до сих пор не задействованы в России. Кинжалы только не были задействованы, или влетел весь арсенал, который есть на вооружении у России? Нет, не были задействованы носители морского базирования. И с учетом того, что там, по крайней мере, три носителя, они достают из Новороссийска, возникает предположение, что, ну, поскольку сейчас 29-е, а Новый год начинается 31-го, то Путин планирует продолжать банкет. Вы думаете, это место за корабль Новороссийск, который был успешно уничтожен в Феодосии? Нет, я имею в виду, что Черноморский флот стоит в месте, где достигает, откуда можно достичь территории Украины. Более того, можно пускать ракеты морского базирования с Каспийского моря. И поскольку эти ракеты еще не пущены, то, соответственно, я думаю, что сейчас соответствующие украинские военные службы очень внимательно следят за теми, что с ним происходит, потому что идея была перенасытить. Я думаю, что Новочеркасск, который взорвали, он как раз вез явно шахиды для этого дела. То есть это неправильно совершенно говорить, что типа вот взорвали Новочеркасск, поэтому, значит, Путин обиделся. Потому что, еще раз повторяю, логика такова, что то, что ехало на Новочеркасске, оно потому так хорошо и взорвалось, что его там было много, и это были, скорее всего, те же самые шахиды, которые были вот для этой новогодней вечеринки Путин готовил. А, соответственно, дальше, ну, насколько я понимаю, действие развивалось приблизительно таким образом. Давайте немножечко просто поскольку мои. Во-первых, мне говорили, подчеркиваю, мне говорили, что американцы сказали Путину, что если он будет, как в прошлом году, бить по украинской энергоструктуре, то Украине будут дать иноракеты, которые, те же самые атакамцы, которые позволят нанесать удары по логистике, расположенной на территории Российской Федерации. И вот сейчас то, что происходит, кажется, подтверждает это правило, поскольку, как ни странно, этот удар не был направлен непосредственно, вот можно совершенно точно сказать, что он не был направлен именно на инфраструктуру. На что он был направлен, есть разночтение, мы, значит, об этом чуть попозже поговорим. Как, мне кажется, складывалась ситуация. Ну, во-первых, скорее всего, он действительно просто делал это на Новый год, потому что у него есть такие, такая обычай. А, во-вторых, есть совершенно конкретная военная проблема, которая развивалась следующим образом. Сначала Путин дал приказ ликвидировать плацдарм в Крымках. А что было, на самом деле, несколько неосмотрительно, потому что, ну, не столько ему этот плацдарм мешал, а ликвидировать его довольно трудно, потому что российская артиллерия до него не достает. Соответственно, его обрабатывали планирующими бомбами. Дальше оказалось, что российским самолетам поставили ловушку. И эта ловушка, видимо, была, были именно F-16, которые уже прилетели. Были разночтения, где они базировались. Мне говорили, например, что они базировались в Румынии, но, насколько я понимаю, это все-таки операция по дезинформации, потому что, судя вот по развивающимся событиям, потому что я, забегая вперед, скажу, что часть ударов наносилась по аэродромам. Значит, Путин не верит, что они базируются в Румынии. Так вот, значит, это были F-16, и это были F-16, вооруженные очень современными ракетами, потому что, обращаю ваше внимание, что происходило с этими российскими самолетами следующее. Они не видели ракеты, которая их поражала. Эта ракета, видимо, шла вбок, потому что носовой радар, соответственно, ее не засекал. И она включалась, ее активный радар включался буквально за 5 километров до цели, когда уже ничего не могло спасти этот самолет. В итоге Путин потерял сначала три самолета, которые вот плевались этими планирующими авиабомбами. И, соответственно, ему дорогонько обошлась идея ликвидировать этот плацдарм. Во-вторых, он потерял, насколько я понимаю, два самолета радиоэлектронной разведки, которые вслед за этим полетели смотреть, что там и чего. И потом он потерял в Крыму Новочеркасск, который, как я уже сказала, вот, вот, скорее всего, разгружал всю эту, весь этот запас фейерверков. Соответственно, то есть события выглядят, мне выглядят развивающимися таким образом, что Путин очень среагировал на потерю самолетов. Возможно, это была одна из составляющих. И, соответственно, у меня есть, вернее, не у меня, а у экспертов, с которыми я консультировалась, есть два объяснения происходившего. А значит, я могу сказать, что одни люди мне просто сказали, что значительная часть ударов приходилась по аэродромам. То есть, видимо, тогда это вот прямо вот так вот, еще раз повторяю, далеко не все, но значительная, потому что там же был еще вопрос присыщения обороны и так далее. А что значительная часть ударов приходилась по аэродромам, и это означало, что, соответственно, вот идея Путина была такая. Сначала плацдарм, потом ему побили самолеты, потом он страшно обиделся, погнал этот корабль, ему еще и корабль взорвали. А еще напомню, что Storm Shadow, которая действовала против этого корабля, видимо, имела повышенную дальность, и там тоже было все очень плохо с перехватом с российской стороны, потому что там были специальные С-400, которые были пригнаны с севера после того, как уничтожили украинский спецназ. Те С-400, которые были в Крыму, и они видели на своих экранах засветку, то есть они запускали, они запускали ракеты, они пытались что-то сбить, но они ничего не смогли сбить, соответственно, прилетела эта Storm Shadow, разнесла этот корабль, и, соответственно, тогда это еще имеет, ну, как бы, некоторый военный смысл, вот такой, казалось бы, довольно законченный, и с учетом того, о чем я говорила, что Путину американцы сказали, что, ого-го, пригрозили, что если он будет бить про инфраструктуру, ему будет совсем плохо. Юль, а если по мирным людям, по мирным жилым районам, то ничего не будет? Юля, да, я досказываю. Значит, это как бы вот такая очень логическая цельная картина, которая даже сложилась у меня в голове, мне немножко жалко с ней расставаться, потому что из того, что я знаю от других людей, там была гораздо более хаотичная система нанесения ударов, то есть даже если там и были какие-то аэродромы, то большинство целей, насколько можно суявить, были просто такие какие-то отдельные крупно стоящие здания, про которых, ну, там, даже если они в каких-то промышленных районах, пять кинжалов по Киеву, мы можем только предполагать, куда они летели, но если мы видим, что что-то летит по Киеву, это кинжал, то надо всегда предполагать, что он улетит в Банково, с моей точки зрения. Вот, соответственно, все пять кинжалов были сбиты патриотом, и тогда это еще проходит, походит на прощупывание слабых мест украинской обороны, а вот где они есть, а вот где они нет. И вот самое неприятное, это, конечно, то, что, вероятно, можно ждать новых ударов, потому что, несмотря на то, что это самый массированный удар из всех, который когда-либо наносил Путин, а этот удар был бы еще массирования, если бы не взорвался Новочеркасск, вот просто тут мы можем представить себе, а сколько бы прилетело тогда, потому что мы видели, что от этого корабля остались только ошметки. И надо понимать, что ракета Storm Shadow, она так не действует. Вот это как в 18 веке называлась, бомба из пушки попала в пороховой люк. Вот это был тот самый эффект. Соответственно, минус Новочеркасск. И вот дальнейшее покажут, что это была попытка прощупать, под попыткой прощупать, нанести какую-то существенную часть повреждения аэродромом. Или еще третий момент, мне кажется, в этом тоже Путин был, это прощупать мировое общественное мнение, потому что вот еще недавно это была бы такая атака, в прошлом году была бы на первых полосах всех газет. Вот сейчас я смотрю, она на первой полосе CNN, а, скажем, на первой полосе Fox News написана следующая новость. Airline Employer delivers blunt response after trans actress accuses him of misgendering. Ну вот, значит, кто-то кого-то замисгендерил. Зайдет чуть позже, поскольку Польша, я вижу заявление Польши, в Польше сегодня утром, как вы знаете, залетела, вероятнее всего, российская ракета. Вскоре она покинула воздушное пространство страны НАТО, о чем заявляет начальник польского генштаба Вячеслав Кукула после заседания Бюро национальной безопасности. Вы знаете, что они в срочном порядке это бюро собрали. Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши. У нас есть радарные национальные союзнические подтверждения этого, о чем он заявляет. Тем не менее, версия с падением ракеты не исключена, продолжаются ее поиски. Скажите, если вот эта ракета будет найдена, и, кстати, между прочим, это уже не первый раз, когда на территории Польши и Румынии залетают ошметки российских ракет, на какой может быть реакция наших союзников? Вероятнее, даже так задам вопрос, какой она могла бы быть или должна бы быть? Нет, ну, мы уже видели, что ракеты залетали, и каждый раз, во-первых, были гораздо более серьезные проблемы. Например... Погибли даже. Я бы сказала так, были гораздо... Нет, когда в Польше погибли два человека, то оказалось, что это украинская ракета, и, соответственно, этот вопрос, в общем, в данном случае не релевантен. У нас были данные, что это российская ракета, Юля. Я не видела данных, что это была украинская ракета. А как бы украинская ракета там оказалась? Это была украинская противоракета, которая пыталась сбить российскую ракету, поскольку это было, если я не ошибаюсь, С-200, то, ну, когда они... Lost Lock, когда они теряют цель, они могут пролететь там до 150 километров. И, соответственно, это была, значит, не очень хорошая история, потому что, действительно, некоторое время Украина продолжала говорить, что это настаивает на том, что это российская ракета, когда уже американцы сказали, нет, это ракета украинская. И, соответственно, это... Ну, еще раз повторяю, да, это же была ракета, которая пыталась перехватить российскую ракету. Тут не надо... Понимаете, надо сначала всегда говорить, что произошло, а потом делать зато какие-то глубокие моральные выводы. Есть более серьезные вещи, когда не случайно, например, российский истребитель, если вы вспомните, сбил американский... Я не помню, это был Predator или Reaper, но это был крупный, дорогой американский беспилотник. И, соответственно, значит, он попал в... Юж, я вот только... Да, извините, что я вас перебью. Я вот только... Это было вечером, 15 ноября 2022 года. И ответственность за взрыв на территории Польши, в результате которой погибло два там тракториста, как мы помним, и ответственность за взрыв на территории Польши была возложена на Россию, которая обстреливала Украину ракетами в этот день. Ну, естественно, поскольку Россия обстреливала Украину ракетами, то, естественно, соответственно, когда вы обстреливаете ракетами... То есть, ищи первоисточник, Юль. Когда союзники говорят, чем мы поможем Украине, а может быть, мы будем искать формулу, как мы остановим Путина? Нет, одну секундочку. Юль, вы начали по поводу этой ракеты спорить. Я не спорю. Я вам говорю, что возложена ответственность на Россию. Тут даже не имеет значения, чья это была ракета. Сам факт, что если бы не российские действия агрессивные в отношении Украины, люди бы не пострадали, не погибли ни в Польше, ни в Украине. Юлия, я полностью согласна. Я ровно об этом и говорю. Поэтому спорить о том, чья тут ракета, достаточно бесполезно. Но просто вы стали оспаривать, что я сказала. И вот я даже открыла Википедию. Значит, одну секундочку, что тут написано. Значит, head of Polish international policy bureau Джакоб Кумач. Значит, U.S. intelligence official, американская разведка, сказала, что это была ракета, которую, вероятно, украинцы направили для перехвата российской ракеты. То же самое сказал Якуб Кумах, если я не ошибаюсь, поляк. И, соответственно, значит, Украину не допустили к исследованию того, что там произошло. И Ржечь Посполита 26 сентября 2003 года сообщила, что украинское государство не кооперировало в исследовании и не предоставило никаких важных материалов полякам. Соответственно, ну вот еще раз повторяю, значит, соответственно, еще раз повторяю, это произошло от того, что Россия... Чья ракета сегодня влетела на территорию Польши, Юля? Давайте, во-первых, подождем говорить. Как ни странно, вот... Польская сторона уже сделала заявление. Я... Юля, вот ровно из-за этого случая, да, ну, поскольку польская сторона уже сделала заявление, если это российская ракета, это значит российская ракета. Да, предварительно, с вероятностью 99,9%. Значит, еще раз повторяю, с учетом того, что российские ракеты и беспилотники уже падали и в... Уже падали и в различные страны, и в Румынию. И это первый раз, наверняка, насколько я помню, когда залетела на территорию Польши. Но, тем не менее, мы видели, что были и более серьезные провокации, и это вряд ли приведет к действию статью 5, соответственно, статью 5 НАТО. Почему, как вы думаете? Хорошо, я даже не так задам вопрос. Тут уж понятно. Насколько... Когда Путин говорит, что он готов воевать еще 5 лет, что это означает? Что он ограничится этими границами Украины, или все-таки он пойдет дальше? Вот есть ли опасность, угроза для стран Европы, для Европейского Союза? Ну, Юлия, пока он воюет под Авдеевкой, я думаю, что опасность для стран Европы минимальная, потому что, ну, ему сначала Авдеевку надо взять, потом там вот большие планы, и другое дело, что Путин, судя по всему, по крайней мере, он это декларирует, что он пытается, будет пытаться в следующем году наступать. Но, как вам сказать, вот из опыта предыдущего года мы видели, что наступать в этой войне очень тяжело, а обороняться гораздо проще. Тем более, если войска заняли стратегическую оборону. На чем, собственно, и настаивал все время главнокомандующий заложный, когда он так много говорил о стратегической обороне, потому что это большая и принципиальная разница, если вот войска сейчас украинские, как они сейчас сидят под Авдеевкой, в наспех выкопанных окопах, и это один уровень, скажем так, дискомфорта, потому что все это в грязи, в ужасно, и теряешь огромное количество людей, и совершенно другое, если это хорошо подготовленное оборонительное сооружение, ну, там даже и потеплее, и почище, и по суше может быть, не говоря уже о том, что это гораздо лучше защищает и от беспилотников, и от снарядов. Поэтому так важен переход к стратегической обороне. Если бы этот переход завершился раньше, то, может быть, сейчас у Украины там менее остро стояла бы проблема мобилизации, хотя понятно, что она все равно стояла. И, скажем, люди бы так к этому тяжело не относились. Но, соответственно, вот у меня, еще раз повторяю, вот я тут могу первое повторить, только то, что сказал заложеный, он сказал замечательно, что это война, и никто ничего не может предсказывать. Уже на 23-й год напредсказывались. В том числе и ваша покорная слуга. А тем не менее, с учетом этого ограничения, что война, и никто ничего не может предсказывать, представить себе, что в этой войне возможно быстрое наступление, с учетом того, что творится на фронте, и с учетом дронов, очень сложно, и особенно это сложно себе представить, с учетом одной очень важной детали. Когда американцы сказали, Блинкин, если я не ошибаюсь, сказал, что задача Америки не допустить стратегической победы России в Украине. Стратегическая победа – это успешное, серьезное наступление, не взятие Авдеевки, подчеркиваю, а успешное, серьезное наступление. И, соответственно, обратим внимание, вот только что мы как раз говорили о планирующих бомбах, обратим внимание, что каждый раз, когда Россия что-то очень серьезно меняет в своей армии и улучшает качество этой армии, каждый раз оказывается, что за последние несколько месяцев просто вот такой паттерн, просто такой алгоритм. Каждый раз, когда это происходит, Америка поставляет какое-то оружие, которое она пробует в Украине. Например, пункт первый. Были гигантские минные поля, в октябре приехал новейший американский минный трал, причем он приехал в одном экземпляре. То есть понятно, что его просто пробовали. Я не знаю, он живой или нет, но, в общем, в принципе, ясно, что вот все эти минные тралы это просто полная фигня в условиях дронной войны, потому что дроны выносят эти тралы на раз, а если их не выносят дроны, то их выносит тот же самый вертолет Ка-52, который там за 8 километров от линии фронта этот трал беззащитный, соответственно, его выносит. Но, а зато Америка нашла другой способ вскрывать минные поля. Он был найден очень поздно, он, соответственно, не помог в украинском наступлении, но он был найден. Это кассетные боеприпасы. И обратим внимание, что там ООН чего-то, по-моему, пропищала про кассетные боеприпасы. Кассетные боеприпасы вскрывают минные поля. Возможно, также будут райдронов вскрывать минные поля, но, тем не менее, вот кассетные боеприпасы все поставляются Украине. Дальше было следующее. Была история, что Россия научилась стрелять ракетами, которые стреляют за, как я уже сказала, за 8 или 10 километров с вертолета. Это ракеты, которые, то, что называется, non-line of sight. Это аналог израильского спайка, которых не было в начале войны. И они были очень, как бы, они просто были одним из серьезнейших фактов летом, который сдержал украинское наступление. Дальше что происходит? Поставили атакамсы. Очень небольшое количество. Если я не ошибаюсь, 20 штук, но я могу ошибиться, может быть, их было 50. И первый же залп этих атакамсов, ровно половина количества, вынесло довольно большое количество российских вертолетов прямо на аэродромах. Там было два удара. Потом эти атакамсы где-то еще там по Луганску приезжали. Ну, в общем, обратим внимание, то же самое. То есть, есть какая-то технология, которую опробовала Россия, и на каждую хитрую задницу находится вот эта вот самая штучка. И вот эту самую штучку поставили, причем, обратим внимание, в опытных количествах, не то, чтобы украине поставили 200 атакамсов. Проверили. Работает? Работает. Окей. То же самое вот с этими, с этими планирующими авиабомбами, потому что очень сильно досаждали российские планирующие авиабомбы. Поставили F-16, видимо, с какими-то хитрыми ракетами. И вот, соответственно, российские самолеты больше, поэтому больше, значит, по плацдарму в крынках, по крайней мере, сейчас не бьют. Соответственно, мы видим паттерн. Паттерн заключается в том, что в том случае, если Украина планирует, если Россия планирует наступать, если Путин планирует наступать, то можно просто с почти 100% уверенностью сказать, ну, это война, поэтому, давайте скажем, 99% уверенности, что Америка поставит Украине что-то такое, что пообзволит сдержать это наступление. А это не значит, что к этому наступлению не надо готовиться. Я напоминаю, что последняя линия обороны, которая копает заложные, она проходит по Днепру, не потому, что заложные планируют, что Путин выйдет к Днепру, а потому, что это война, и надо предусматривать такую возможность. Соответственно, вот, возникает к вопросу, намерен ли Путин воевать пять лет? Ну, слушайте же, там же вот в Нью-Йорк Тайм все рассказывает, что Путин посылает какие-то сигналы насчет перемирия. Но вот мы сегодня видели этот сигнал в городе Киеве и в других городах России. Днепри, во Львове, в других городах, извините, Украины. Это как-то не похоже на сигнал к перемирию. Мое личное предположение, еще раз повторяю, мое личное предположение заключается в том, что все сигналы про перемирие, это чтобы показать Западу, типа, я готов к переговорам, а вот этот вот Зеленский такой нехороший, не готов, а если речь дойдет до реальных переговоров, то позиция будет ровно такая, которую Путин озвучил на своей пресс-конференции, когда он сказал, что мы хотим, значит, что я Путин, хочу демилитаризацию Украины, не вступление в НАТО, и что он... А, ну демоцификация, ну ладно, это он просто, значит, хлопает ртом. В общем, короче говоря, что условия будут такие же, не такие же, как в Стамбуле, а условия будут хуже, чем в Стамбуле. Юля, ну условия, смотрите, условия будут одни, Путину нужно будет уйти, но меня интересует другое, а вот при всей этой агрессии он сможет переизбраться весной следующего года, но вот российские же граждане, они же читают новости, они же склонны к какому-то анализу, они видят информацию о том, что вот только сегодня я озвучила, да, десятки погибших, это мирное население, горят украинские дома, жилые дома, попадание в роддом. За время ведения войны России против Украины погибло более 500 детей. Все русские готовы будут разделить ответственность с Путиным и прослыть военными преступниками. Начнутся к весне, а может быть даже и раньше, какие-то протесты, недовольства. Неужели русские пойдут тучными рядами голосовать за Путина, и он снова переизберется? Или все-таки какие-то внутриполитические процессы в России возможны? Ну не может же такая перспектива? Ну хорошо, там иркутский маньяк, мы сегодня там читали с коллегами, смеялись. Значит, иркутский маньяк, некто Шувалов осужден, и 54, по-моему, убийства и изнасилования у него. Он погибает в рядах российской армии на территории Украины. Ну понятно, что таких людей, наверное, у Путина много, еще раз он на них опирается и хочет воевать 5 лет. Но это же не вся Россия, Юля. Ну, Юля, для начала в России нет выборов. Да, ну, имитацию выборов не стоит принимать за выборы. Навальный в тюрьме, в ситуацию, когда сняли даже безобидную Екатерину Донцову. Путин, это старая идея Путина. Вот он как в 2004 году испугался оранжевой революции. Что такое оранжевая революция? Это когда власть допускает соперника к выборам, соответственно, соперник побеждает, после этого власть врет, после этого граждане начинают возмущаться со словами, ну вот мы же голосовали, соответственно, Путин просто в принципе не допустит этой ситуации. В России выборов нет. Соответственно, нет никакой стратегии на выборах, которая может привести к тому, что не накидают Путина голосов. Можно призывать к каким-то стратегиям, которые послужат некой дополнительной деэлектимизацией Путина, например, прийти и проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Но мы понимаем, что реалистично, ну слушайте, как граждане Советского Союза могли переизбирать Брежнева? Ну вот по той же причине граждане России переизберут Путина. По какой, скажем, граждане кого-то, Узбекистана и Таджикистана, кого они там переизбирают? Ну, то есть никаких протестов не будет. Даже если это будет механизм фальсификации включен в действие, независимо за кого-то голосуешь, все равно голос будет отдан за Путина. Никаких протестов недовольных людей в регионах России, скажем. Вы это исключаете. От того, что действительно вот это нет на этого сильного сознания гражданского или нет сильных лидеров не осталось в России. Ну вот смогли же эти звезды шоу-бизнеса прийти на эту голую вечеринку. А чего им сейчас униженным и оскорбленным не выйти теперь в знак протеста на улице, не повести за собой своих фанатов и поклонников? Нет, Юля, причем я что-то не поняла про гражданское создание. Вот тут в России сейчас, да, там, сажают Беркович, посадили там очередное количество людей на чудовищные сроки, 7, 8, 9 лет за что угодно, за лайки в Фейсбуке. Это действительно полноценный, тоталитарный, уже не авторитарный режим. Вот я не знаю, то есть я знаю, как было в Советском Союзе в 37-м году с гражданским сознанием, но я как-то, если честно, не припомню, чтобы там были большие протесты и большие голосования. Ну почему? Ну в 90-е же вышли люди к Белому дому в России. Ну вышли же. Ну вышли. Но это был немножко другой режим, вот против Саддама Хусейна тоже как-то против Ким Чен Ира, вот за Ким Чен Ира все время постоянно голосуют. Но, наверное, я понимаю, что они какие-то генетически неправильные, северные корейцы, наверное, что-то они вот, ну, как говно, ну что им стоит взять и проголосовать против Ким Чен Ира? Он действительно что-то не голосует. А Северная Корея, кстати, угрожает, они тоже угрожают пойти войной против Америки. Вы допускаете вообще или вы относитесь к Северной Корее, к этим заявлениям как к чему-то несерьезному? Они там тоже пытаются ввести полную боевую готовность все свои арсеналы боевого оружия имеющегося. К чему готовит лидер Северной Кореи свое население? Знаете, лидер Северной Кореи разъясняет, что он там вот завоюет Америку, или по крайней мере Южную Корею регулярно каждые два месяца, особенно когда у него еда кончается. Это с одной стороны. Но с другой стороны, учитывая вот история Путина, история Хамаса, история Мадура, они заставляют вот в новом мире нас к таким угрозам относиться более серьезно, чем мы относились раньше. Потому что, во-первых, мы видим, что диктаторы, они действуют не всегда так, как это соответствует логике, они очень часто действуют так, как это соответствует их представлениям о прекрасном. А во-вторых, что еще более печально, мы видим, что демократические правительства за последние 30 лет очень серьезно переменились. И скажем, если мы в 91-м году видели, когда Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, то Саддама Хусейна из Кувейта вышибли, и не то, чтобы американцы там, знаете, давали Кувейту, из Кувейтовской армии в изгнании какие-то дживелины, стингеры, потом хаймерсы, которые уже были. Нет, там была просто тупо американская армия. Соответственно, потом была Югославия, потом была Афганистан, потом был Ирак, и напоминаю, что везде там была физически сама американская армия. В 22-м году мы не наблюдали ничего подобного, а более того, мы обратите внимание, что ни Америка, ни Великобритания, ни Евросоюз, они не подписали с Украины никакого договора, который делает их союзниками Украины. То есть, вот там, скажем, Англия и Франция были связаны с Польшей союзническими обязательствами, они не изменили этим союзническим обязательствам и объявили, соответственно, Германии войну. А вот в данном случае уместно слово партнеры, а не союзники, потому что выясняется, что, вот сейчас выясняется, что помогать-то помогали, но, извините, ради бога, да, но не было, оказывается, то есть, нету никакой бумаги, которая обязывает их делать. Их это. И они в любой момент могут соскочить. И это зависит, соскочат они или нет, это зависит, они, как я уже сказала, будут поддерживать Украину в размерах достаточных явно для ее обороны, а это вот напрасная надежда Путина, что они соскочат полностью. Но, тем не менее, одновременно видно, что там, те же самые политики, а политики демократические всегда думают в терминах следующей предвыборной кампании, что год назад им казалось, что это очень здоровская тема, что-то сейчас вот они торопились скачить на этот поезд, а теперь они торопятся с этого поезда спрыгнуть и сказать, ну, это там, это неважно. Да, конечно, да, конечно, но. Смотрите, что мы имеем дело в остатке на конец года. Российская война против Украины входит в третий календарный год, совершенно очевидно. Значит, теперь мы с вами поговорим о возможных вариантах развития событий. Значит, BBC попросила трех западных военных экспертов, которые могут, задали им один вопрос, как могут развиваться события в ближайшие 12 месяцев. Значит, у них есть три варианта. Они, значит, такую консолидирующую выложили тут манифест, можно сказать, консолидирующую позицию. Они говорят о том, что война продолжится, но не бесконечно. Следующий вариант. Впереди возможен год консолидации. И вариант третий. Украина будет давить на Россию в Крыму. Вот к какому из этих сценариев склоняетесь вы? И, возможно, у вас есть иной вариант ответа. Как будут развиваться события в ближайшие 12 месяцев? Ну, смотрите, это ровно тот вопрос, на который отвечался, оказался отвечать заложенный на своей пересконференции с замечательной формулировкой. Я тут, говорит он, умным несколько секунд побуду, а потом за это будут трупы на фронте. Соответственно, поскольку я не заложенный, поскольку от слов ни моих, ни любого другого эксперта ничего такого страшного не будет, то тут нам порассуждать все возможно. Но тут на самом деле есть два ответа. Один короткий, другой длинный. Вам какой? Ну уж времени достаточно, мы заслушаем оба. Окей, да, значит, короткий ответ называется так. Это война. А если это война, то all bets are off. Это вещи слишком неопределенные, и мы не знаем, какие новые факторы будут все время приходить, потому что, вот скажем, никто не думал, что российская армия в феврале 22-го года окажется настолько слаба. Все хорошие военные эксперты говорили, там, Киев за три дня, и в Германии, когда украинский посол прибежал просить оружие, ему скорчили нос, и сказали, ну, что тут же, что-то сейчас твой Киев падет. Точно так же в 23-м году все ожидали успешного украинского наступления. Ваш покорный слуга, в том числе, ответственности из себя не снимаю, но я могу сказать, что так ведь американцы считали, что наступление будет успешным. Они же не с потолка ты это взяли, а вот оно, что называется, как вышло, потому что это война. А третье, вот с учетом того, что происходит с дронами на поле боя, для меня вот дроны это такой гигантский X, который в любой момент просто вот на наших глазах будет меняться. Он на наших глазах эволюционируется с такой скоростью, что некоторые ответы, они, например, зависят от следующих параметров. А представим себе, что у России появляется РЭП, который там полностью способен подавить дрон на поле боя. Или представим себе, что у Украины появляется дрон с искусственным интеллектом, который летает без связи с оператором. Я должна сказать, что оба этих варианта, ну, они вполне возможны. Единственное, что там даже такой РЭП у России есть. Просто там вопрос в количестве, может ли Россия его произвести в достаточном количестве. Или, допустим, может Китай его помочь произвести в достаточном количестве. А что касается дронов с искусственным интеллектом, то просто как бы это, ну, это уже просто реальность завтрашнего дня. И оно туда идет. Так вот, с учетом, вот как ни странно, с одной стороны мы имеем вот эту вот окопную войну, где люди не могут высунуть головы прежде всего из-за дрона, а с другой стороны мы имеем, причем, да, вот, например, в условиях израильской войны мы видим, дроны почти не действуют. Вот два театра военных действий, которые, ну, одинаковые во времени. Но в, на российско-украинском фронте дроны просто полностью доминируют, и ни та, ни другая сторона не может высунуть головы, а если она высовывает головы, то, вернее, если идет какая-то бронетехника, и дрон выносит точно, и дроны там охотятся за индивидуальными солдатами, и этого все больше и больше. А в случае Израиля мы видим фантастическую картину, когда, по-моему, ни одна еще Меркова не поражена дроном, потому что Меркова это очень совершенные защищенные танки, оказывается, что низкотехнологические дроны, ну, там, правда, каждый дронов гораздо меньше, но тем не менее, они пытаются летать, против него абсолютно бесполезны. И более того, уже есть в Израиле просто антидроновые ружья, которые, я не знаю, как эта штука действует, но это реально, вы можете себе представить, автомат, и на этот автомат сидит какая-то высокотехнологическая насадка, которая сама стреляет в этот дрон пулей, то есть человек приблизительно указывает, она стреляет. Вот, и какого-то количества будет, там, скажем, через полгода на российско-украинском фронте, это вопросы, на которые никто не может дать приблизительного ответа, потому что слишком много переменных. А с учетом этого, вот, я еще раз повторяю свой прогноз, что каждый раз, что Путин будет пытаться наступать, я это делаю вывод из того, что он вот 50 тысяч собрал в Авдеевке и пытается наступать. Более того, можно представить себе, что во многих местах украинские войска не отойдут стратегически, но они займут, и это очень важно, это очень правильно, этого бояться не надо для Украины, а стратегически правильные места для обороны, потому что, если, условно говоря, украинские войска где-нибудь сидят в низине и по ним со всех сторон прилетает, то правильнее отойти на 200 метров, на 300 метров, на километр, занять позицию на возвышенности, до этого выкопать там долговременную линию обороны, выровнять, это называется выровнять линию обороны и там сидеть до морковки на заговенье. И у меня ощущение, что каждый раз, когда Россия будет пытаться вот такую настоящую линию обороны проломить, не Авдеевку взять, а если украинская армия хорошо закопается в землю, то просто ее никто оттуда не выковырит, если не случится каких-то чрезвычайных подвижек на технологическом фронте. Соответственно, наиболее благоприятный для Украины сценарий будет заключаться в том, что Путин будет продолжать пытаться наступать, потому что он обладает большой способностью рубить сок, на котором сидит. Вот мы видим, что его нынешние действия, связанные с обстрелом Украины, они, как бы сказать, не очень... Вот российская армия нам казалось очень хорошо научилась летом защищаться. Действительно, это просто было... Ну, это опрокинуло все расчеты и Украины, и Америки, и Европы. Но вот этот налет показывает, что не совсем понятно, что имели в виду его организаторы. И с учетом вот этой способности Путина, потому что как только он считает, что у него хорошо идут дела, им сразу владевает гибрис, и он начинает делать какие-то вещи, которые... Вот, например, как то же самое взятие Авдеевки. Когда гигантскую группировку, которую вам просто сохранить и использовать в качестве потенциальной угрозы, это была бы гораздо более страшная вещь, чем домучить эту Авдеевку, которая, опять же, как говорит Залужный, но он это прямо не говорит, но он сказал, что, грубо говоря, переводя то, что он говорил, он сказал, что Авдеевка в тяжелом положении, и если ее понадобится отдать, то ничего страшного, потому что люди важнее, чем кусок территории. Вот, соответственно, значит, если Путин будет пытаться наступать, то он потратит огромное количество войск, и сделает это совершенно напрасно. Это, собственно, будет в большом объеме повторения того, что мы видели в 23-м году, когда попытался наступать в течение четырех дней Залужный, понял, что это стратегически бесполезная вещь, и на самом деле перешел к обороне. Ну, не совсем, как бы не совсем полной обороне в том смысле, что у него просто не было возможности выкопать гигантские бетонные сооружения, потому что это должна была ему разрешить гражданская власть, но тем не менее в обороне в том виде, в котором это было возможно. И тем самым сберег армию. А Путин, когда сунулся под Авдеевку, и у него 70% брони вынесли дронами, а остальные 30% минами, он продолжает наступать. Ему, соответственно, вот этих людей не жалко. И там вот есть первая победа, будет Авдеевская победа. Соответственно, если Авдеевку с большой вероятностью, его войска займут. Соответственно, если Путин в течение года будет наступать так, как он наступает на Авдеевку, ну, то он займет еще какой-нибудь районный центр, может быть, полтора районных центра, потратит несколько сот тысяч человек. И после этого возможно подумать, что а теперь, может быть, пора договариваться. но это мое как бы основанное на слишком большом количестве вводных предположениях. Да, вы слишком оптимистичный человек. За этот год стало очевидно одно. Путин захотел почувствовать себя президентом Америки. Вот он думает, что он уже построил у себя в России Америку, в чем он заблуждается. Но за этот год стало очевидно, что так как он увяз в процессе, который он вначале называл спецоперацией, и стал называть это уже войной, но не будем забывать, что в начале не-не-не-не-не-не-не, Юля, он по-прежнему называет спецоперацией, но зато участников голой вечеринки заставляют извиняться за то, что, значит, в такое тяжелое время для Отечества возникает вопрос, а как уж тяжелое время, если войны нет? Он назвал четыре раза слово война во время своей пресс-конференции самоличность. Ему можно. Да-да, ему можно. Поэтому будем считать, что, а вот, кстати, да, упомянутые вами спецоперации, они же действительно, Америка действовала как спецназ. Шоки трепет, она носила название, буря в пустыне, никто не увязал так на два года, как Путин, но, как видно, он не сделал никаких ошибок, поэтому будем надеяться, что следующий год это как раз будет годом наказания человека, который эту войну и развязал. Пожелаю увидеть нас с вами. Да, и, кстати, важная деталь, да, что когда мы говорим, что Путин сделает вот то-то и то-то, то мы, на самом деле, очень неправильно поступаем, потому что, как говорил еще Сунь Цзинь, никогда не надо надеяться на то, что твой противник сделает ошибки. Вот это очень опасная, соответственно, идея, предполагать, что Путин будет наступать, потому что, ну, с одной стороны, как бы возникает вопрос, что в каких-то местах он же, может быть, и продавит, но самое выгодное для Путина это, наоборот, сидеть в глухой обороне, не тратить никаких людей, как бы если Украина хочет наступать, пусть наступает, и тогда, вот, собственно, что такое 23-е, что такое было украинское наступление 23-го года? Все увидели, что Путин навязывает Украине позиционную войну, и наступление в позиционной войне Путин имеет преимущество перед Украиной, потому что у него больше людских ресурсов, и, соответственно, это была попытка выйти из этого тупика путем наступления, сорвать путинскую позиционную войну. Вот если Путин сядет в позиционную войну и просто будет сидеть, а не так, как он это делает под Авдеевкой, то, ну так, он действительно может просидеть хоть 10 лет. Юля, а вот мы с вами несколько раз уже эту голую вечеринку упомянули, давайте шепточку, значит, в этом вопросе поставить, за что все-таки были наказаны эти люди, потому что, на самом деле, в любое другое время, ну, посмеялись бы над ними, как над фриками, и забыли. Но тут история пошла дальше, и оказывается, в 1999 году, 25 декабря, в подобной голой вечеринке принимал участие сам Владимир Путин, значит, как будущий президент ходил на стриптиз во время войны. Это была война в Чечне, как мы помним. Так вот, Путин сходил на откровенную стриптиз-вечеринку в петербургский ночной клуб «Луна» и оставил на его стене даже автограф, его сейчас публикуют все медиа. Через 6 дней Путин был назначен исполняющим обязанности президента России, как и сейчас. Россия тогда участвовала, напомним, в войне второй чеченской. Экспресс-газета описывала поход Путина на стриптиз-шоу в то время так. Роскошные и весьма смелые костюмы недвусмысленно подчеркивали прелести танцовщиц. Девушки были решительны на любой вкус. Музыка с хореографией на самом высоком уровне. Владимир Владимирович с нескрываемым интересом наблюдал за танцевальными номерами. Путин пришел в клуб с несколькими министрами своего правительства и занял места на втором ярости прямо напротив сцены, утверждала независимая уже газета. Гвоздем программы... Независимая, по-моему, была... А ну ладно, про независимую это не судила. Гвоздем программы было эротическое шоу «Лунная феерия». И вот что написали об этом шоу в «Независимой газете». В шоу есть все. Любовь с наложницами в жаркой пустыне, завораживающий танец женщины-змеи, любовь в портье и горничной, темпераментная корида, в которой соревнуются грудить от защит с второго, третьего и четвертого размеров. Изящные, упругие, взволнованные, трепетные, сладостные, пылающие, восторженные, вольные, золотые, печальные, счастливые. Это был далеко не первый раз, когда Путин ходил в эту так называемую «Луну». Значит, не что человеческое Путину было нечего. Слушайте, во-первых, зачем тратить так много слов у Путина в дворце в Беленджике стрепушник частной статьи? Кстати, между прочим, уже видели этот шест, этот циваль, место для дискотек, да. Да, поэтому, соответственно, но могу сказать, что как раз не по поводу похода в Луну, не по поводу стрепушника, я думаю, что мы не должны уподобляться разным хаджам. И вот как раз тут... Слушайте, лучше бы он туда ходил. Лучше бы он. Лучше бы пиво курил, да. Да, это называется, это первое. Соответственно, на самом деле, мне кажется, самое важное во всей этой истории, это не все отметили, это, ну, там, возможно, можно говорить, что это такой способ отвлечь внимание от проблем на фронте, потому что Авдеевка так и не взята. То есть по состоянию, по факту, она не взята. Людей положено на фронт. Да, очень многие так в России, даже я видела некоторые опросы, они такие говорят, что это нелепая вечеринка, и нас отвлекают от неудачи Путина в Украине. Это достаточно частая технология. Кстати, не будем показывать пальцем, она не только России и свойственна в этой войне, но это бывает такое. Соответственно, мне кажется, самое важное – это другое. Значит, собственно, главное, на чем держался до сих пор режим и как он себя позиционировал, это именно то, что это не война, а спецоперация, поэтому в тылу все хорошо, все развлекаются, Москва увешана гирляндами, все ходят в кафе, и на голые вечеринки можно ходить сколько угодно, тем более, что тут я полностью присоединюсь, что вы хотите, ребят, ходите как угодно, зелеными, красными, накрашенными, раскрашенными. Что вообще за бред лезть гражданам в трусы, или если их нету, в то, что вместо трусов. Что за фигня, да? Так вот, и, соответственно, то есть, вот, например, тот же самый Собянин берег Москву, никакой войны, но пару раз он там появился на каких-то из этих мероприятиях, явно для, а так даже нигде никакой символики нет. И вдруг всем этим людям, которым два года говорят, что никакой войны нет, что есть спецоперация, живите граждане, как хорошо, и действительно, там, экономика живет, как бешено, и стороны забиты. Инфляция, правда, есть, но с другой стороны, там, зарплаты растут, доходы растут, те люди, которых, которые получили бизнесы, которые забрали у иностранных компаний, там, вообще просто стали новые элиты и прям взорвили. И вдруг им говорят, как вы смеете, тут все для фронта, все для победы, а вы тут голыми сверкаете. И это, во-первых, радикальный слом нарратива, и это уже действительно как бы стилистика 37-го года, это уже в галифе всех надо пора заправлять. А во-вторых, это направлено не на каких-то людей, которые вот раньше, помните, голыми сверкали на фоне церквей, какие-то блогерши, их за это арестовывали. А тут это направлено на представителей элиты, которых никогда до сих пор в России не сажали, кроме как за разборки из-за бабок. Вот Абызов, Магомедов, они могли попасть, потому что это разборки из-за бабок, но еще они не на того медведя поставили. А чтобы Собчак, Киркорова, еще кого-то заставляли записывать извинения и как Кадырову, и чтобы, заметьте, там же пошла вторая волна, там же еще было какое-то количество представителей вовсе не шоу-бизнеса, а самых настоящих магнатов, которые в том числе и на войне наваривались. И вдруг им говорят, что оказываться голыми нельзя. Это, ну как бы сказать, это серьезная внутренняя перемена систем. И я с любопытством гляжу, что окажется больше. Потому что, с одной стороны, я понимаю, что сейчас там те люди в российской элите, которые считают, что ну жить можно, подумали, ну нифига себе, уже голую запретили. Причем нашу голую, ничего-то чужого. А с другой стороны, это такой страх, и это действительно животный страх, потому что мы это то, с чего мы начали. Это уже тоталитарный режим, это уже не авторитарный режим. Это не то, что вот там, это даже не Поздний Брежнев. Поздний Брежнев не хочешь, не сажают. Вот если ты диссидент, тогда бегаешь, тебя сажают. Евгению Беркович в Позднем, Яшина бы в Позднем Брежневе посадили. Евгению Берковича нет. Заставить там извиняться кого-то за голову. Да просто мыслимо такого нету. Ну да, это была публичная порта известных людей. Представляете, что они могут с простым смертным из какого-нибудь циклка разделать. Это было, да, это было «Не высовывайся и сиди» на своей жизни. Ну да, ну это, видите, а зато сколько вам как драматургу интересных сюжетных линий подкидывает Кремль, Юля. Это надо... Да нет, сюжет, слава Богу, я сейчас не о Кремле пишу, я бы очень хотела... На каком этапе ваша книга, давайте о приятном, когда она выведет свет и чему будет посвящена. Нет, но у меня есть две законченные книжки исторические. Одна – это «Сотворение Бога. Остановление иудейского монотеизма». Посмотрим, где и как она выйдет. А другая – про блокаду Ленинграда. Как-то так вот это неожиданно. Я блокаду Ленинграда дописала и сразу закончила «Сотворение Бога», которой я несколько лет работала. И я потихонечку себе пишу повесть совершеннейшую научную фантастику, которая ни к чему этому вообще ни к чему не имеет отношения. И это какое-то очень серьезное вдохновение, я могу честно сказать. Ну хорошо, тогда мне только остается пожелать сохранить это чувство вдохновения, писательских способностей, чтобы вы в следующем году исключительно говорили с нами о книгах и литературе. И я сожду всякие пустяки. Спасибо огромное, с наступающим Новым годом и от имени всех наших зрителей поздравляю вас и напомню нашей аудитории, что вы можете подписаться на наш канал, чтобы в следующем году не пропустить свежие, горячие новости. Спасибо и до скорых встреч. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова